Значит, сейчас мы с вами поговорим о другом вирусном заболевании, об инфекции вирусом гепатита В, которая актуальна сама по себе, но, наверное, в большей степени она актуальна у так называемых особых групп пациентов, к которым относятся пациенты с лимфопролиферативными заболеваниями. Так, мы переключаем этим. Следующий, пожалуйста. Это обязательный слайд о конфликте интересов. Следующий, пожалуйста. Работает? Коротко об антигенах и антителах вируса гепатита В. К сожалению, это недостижимая проблема и для многих инфекционистов постичь вот эти вот антитела и антигены, на которые, кстати говоря, и завязана, собственно говоря, терапия вирусного гепатита В во многом. Значит, вирус гепатита В имеет три антигена. Это HBS-антиген, о котором знают все, потому что это австралийский антиген, который отрыт, бог весть, когда, и уже там с 70-х годов о нем все известно. Второй антиген – это сердцевинный антиген или коровый антиген. И третий антиген – это HBI-антиген или секретируемый антиген. У каждого антигена, естественно, есть его противоположность – прямая или антитела. У HBS-антигена есть антитела анти-HBS, у корового антигена есть антитела анти-HB-кор, и у HBI-антигена есть антитела анти-HBI. И вот от сочетания этих антигенов и антител зависит наша тактика и ваша тактика, в особенности у пациентов с лимфопролиферативными и другими онкогематологическими заболеваниями. Основными особенностями течения хронического гепатита B является в первую очередь то, что это заболевание является иммуноопосредованным. И вот именно поэтому оно очень актуально у пациентов, которые получают различную иммуносупрессивную терапию. При этом уровень прогрессирования в цирроз и в гептоцеллюлярную карциному напрямую завязан с уровнем виремии. И вот если к нам, например, присылают пациентов с онкогематологической патологией с гепатитом С и высокой вирусной нагрузкой, это особой значимости на самом деле не имеет. А вот уровень вирусной нагрузки при хроническом B-гепатите и других заболеваниях, в особенности лимфопролиферативных, играет очень важную роль. При этом надо понимать, что существует еще и внепеченочная репликация вируса гепатита B. Вирус может реплицировать в моноцитах, в B-лимфоцитах, в клетках костного мозга, в почках легких и других органах. При этом это обусловливает системность проявлений. Для нас очень важно, по-видимому, то, что, в общем, есть репликация и в B-лимфоцитах. У пациентов, которым требуется иммуносупрессивная терапия, часто наблюдается реактивация вирусного гепатита B. Реактивация инфекции является серьезной причиной заболеваемости и смертности. И я думаю, что каждый из присутствующих здесь, в особенности онкогематологов, может вспомнить примеры пациентов, которых он лечил по поводу острого лейкоза или хронического другого лимфопролиферативного заболевания, и у которого в начале терапии HBS-антиген не определялся, а в процессе лечения после томенного курса химиотерапии вдруг определялось повышение уровня печеночных ферментов, и вдруг начинал определяться поверхностный HBS-антиген. Что происходило в прежние годы? И, наверное, происходит и сейчас. Появляется Роспотребнадзор или СЭС, как это называлось в прошлом, и гематологов заведующего отделением, вообще это учреждение, начинают обвинять в том, что они инфицировали пациента, поскольку было много всяческих гетерогенных вмешательств. Так вот, в подавляющем большинстве случаев, уверяю вас, это не острый гепатит B, который вы занесли вашему пациенту, а это реактивация латентной HBV-инфекции, которую раньше, к сожалению, мы не могли доказать никоим образом. Реактивация может наблюдаться как до, так и после иммуносупрессивной терапии. У пациентов со злокачественными гематологическими заболеваниями в первую очередь, у пациентов с солидными опухолями, пациентов, получающих цитотоксическую разнообразную химиотерапию, высокие дозы кортикостероидов однозначно, особенно на снижении доз или отмене, или азотиаприна, и в основном сейчас, конечно, это у пациентов, которые получают терапию на основе моноклональных антител, в особенности ретуксимаба. И поэтому эта инфекция приобретает большое значение на сегодняшний день уже не только у онкогематологических пациентов, а и у пациентов с тяжелым ревматоидным артритом, когда стали применяться моноклональные антитела, у пациентов с тяжелым псориазом, который тоже сейчас лечится моноклональными антителами, у онкологических больных с другими локализациями опухолей, поскольку моноклональные антитела сейчас выходят на передний план у огромного количества специалистов при большом количестве заболеваний. Давайте рассмотрим, собственно говоря, подходы к этой ситуации на двух клинических случаях. Это реальные клинические случаи, эти пациенты были у меня на консультации, и мы их совместно, собственно говоря, курировали с онкологами и онкогематологами. Значит, первый клинический случай посвящен пациенту 59-го года рождения. Сразу извиняюсь перед гематологами на короткий диагноз онкогематологический, я не стала выписывать все ваши подтверждения диагнозов, это для нас, инфекционистов, слишком сложная проблема. Значит, диагноз лимфомомантийной зоны, планируемая терапия, которую нам расписали онкологи, циспластин, цитозар, дексаметазон. По лабораторным данным, что мы видим исходно до начала лечения? У пациента впервые выявляется HBS-антиген, у пациента повышенный уровень, умеренно повышенный, меньше двух норм печёночных ферментов, и у пациента для нас это уже тоже высокий уровень вирусной нагрузки по вирусному гепатиту В. То есть, если бы у этого пациента вообще даже не было бы лимфомы, и он бы был выявлен ранее, то у него были бы абсолютные показания для назначения противовирусной терапии по гепатиту В, которая, в отличие от С гепатита, не лимитирована совершенно по времени, и вот у таких пациентов назначается на пожизненной основе для постоянного подавления вируса гепатита В, аналогично вирусу иммунодефицита человека. Но этот пациент ранее не обследовался, о своём гепатите В ничего не знал, и всё было выявлено на фоне впервые выявленного онкогематологического заболевания. Каковы действия, собственно говоря, онколога или онкогематолога, к которому обращается этот пациент? Направить ли он на консультацию к инфекционисту, начать терапию лимфомы под контролем печёночных ферментов и билирубина, или провести курс превентивной терапии гепатопротекторами? Но на самом деле самый правильный ответ, конечно, направить к инфекционисту, потому что это специалист, который должен отвечать в данном случае за течение гепатита В на фоне терапии, которую будете назначать уже вы со своей стороны. Больной был направлен в консультацию к инфекционисту. Что пишет инфекционист? Противопоказаний для проведения полихимиотерапии по поводу лимфомомантийной зоны нет. Замечу инфекционист в солидном городском государственном учреждении, который занимается лечением гепатитов. Правильно это или неправильно? То есть руки у гематологов, получается, у онкологов развязаны. Вы получили заключение инфекциониста, все хорошо, вы начинаете свою терапию. Значит, согласны ли вы, в принципе, с этим заключением? У вас тоже ведь есть свои стандарты, да? Самый, наверное, такой приятный ответ инфекционисту виднее, отвечать будет он. Правильно? Потому что есть заключение, вы подстраховались справочкой, и она вклеена в истории болезни. Но в данном случае, к сожалению, и на старуху, что называется, бывает проруха. Существуют рекомендации, да? К счастью, на сегодняшний день не только европейские, но и уже российские, между прочим, от 2014 года, которые касаются инфекционистов. Это руководящие документы Минздрава по лечению пациентов с реактивацией вируса гепатита В на фоде медикаментозной иммуносупрессии. О чем они гласят? О том, что пациенты с HBS-антиген плюс, да, что у нашего пациента мы видим, кандидаты на проведение химио-иммуносупрессивной терапии должны получать аналоги нуклеозидов, это противовирусные препараты для лечения гепатита В, в качестве упреждающей терапии на всем протяжении курса иммуносупрессии, вне зависимости от уровня вирусной нагрузки по гепатиту В и в течение не менее 12 месяцев после прекращения терапии. То есть вообще по-хорошему этому пациенту и после прекращения, и после прошествия 12 месяцев окончания вашего, допустим, ретуксимаба, все равно эту терапию отменять не рекомендуется, потому что, скорее всего, он даст сильное достаточно обострение. Но, по крайней мере, вот эти рекомендации мы все с вами должны соблюдать. То есть вы, в принципе, не можете начать терапию лимфопролиферативного заболевания без противовирусного препарата для лечения гепатита В. Там несколько есть вариантов, я не буду на них останавливаться, это дело инфекционистов. Терапия – это абсолютно доступно, она есть в льготе, она есть в продаже, в том числе по достаточно умеренным ценам, поэтому это не какой-то недостижимый момент. Но вот начинать терапию этому пациенту без противовирусной вы не можете. Это противоречит рекомендациям и российским, и, естественно, международным, американским, всем остальным. Значит, второй клинический случай принципиально отличается от первого. Это женщина 55 лет, у которой была выявлена неходшкинская фолликулярная лимфома. Была запланирована вот такая вот терапия, циклофосфандаунорубицинвенкристин, преднизолон и ретоксимаб. По лабораторным данным у неё исходно определялось повышение печёночных ферментов. При этом практически все маркёры гепатита B, о которых мы с вами говорили, и основной HBS-антиген, и ПЦР по гепатиту B, принципиально важные, они были отрицательные. Но, тем не менее, у неё определялись дополнительные, вспомогательные, скажем так, маркёры возможной латентной HBV-инфекции. Анти-HB-кор был положительным, и интересно, что у неё были антитела к HBS-антигену, то есть защитные антитела. То есть, казалось бы, эта пациентка вообще не должна представлять никакой тревоги для онкогематологов. Но, поскольку всё было более или менее благополучно, возникает вопрос, лечить ли основное заболевание, то есть лимфому, контролируя ДНК, вирусы гепатита B или АЛТ, назначить ли превентивное лечение гепатопротекторами, потому что мы имеем небольшое повышение печёночных ферментов, или назначить противовирусную терапию до начала лечения лимфомы. Значит, по большому счёту, конечно, всё-таки первое, что надо сделать, всё равно отправить её к инфекционисту. И вот эти доктора, это 31-я больница, я вам хочу сказать, такая продвинутая в этих вопросах, она направила на консультацию эту женщину к инфекционисту. Лечение гепатопротекторами было назначено, потому что было небольшое повышение печёночных ферментов, но активности вируса по гепатиту B при этом не было. Значит, они начали после консультации инфекциониста, который разрешил начать лечение без противовирусной терапии, начали лечение запланированное. И в чём они, надо сказать, вызвали моё восхищение? Перед каждым курсом терапии нехоршкинской лимфомы. Начали в феврале первый курс, да, в марте, апреле, июне, июле, августе и так далее. Каждый раз перед каждым курсом терапии они брали количественную нагрузку по гепатиту B. Каждый раз. И в конечном итоге в феврале 2014 года она таки появилась, да. То есть на протяжении года практически человек получал противоопухолевую терапию. И в конечном итоге всё-таки реактивация вируса гепатита B произошла, когда уже никто её не ждал на самом деле. Уже дело-то к финишу шло на самом деле. И вот в этой ситуации, вот это если бы не упорство онкогематологов, если бы не соблюдение ими всех ваших протоколов, то вот эта вот пациентка, она, наверное, не завершила бы успешно в конечном итоге своё лечение. Потому что если вирус оживает на фоне противоопухолей терапии, дальше может произойти просто взрыв. То есть бешеными темпами нарастают трансаминазы, зачастую появляется HBS-антиген, и плюс к этому нарушаются все функции печени, развивается синдром гепокоагуляции, и пациенты погибают. И я знаю, что в Санкт-Петербурге были такие случаи, когда у пациента совершенно благополучного, в течение недели уровень протромбина снизился там до 20, и пациент погиб от реактивации HBV-инфекции на фоне эффективного лечения лимфопролиферативного заболевания. И поэтому вот честь и слава гематологам, что они правильно вели эту пациентку, и только их упорство на самом деле и внимательность позволило пациентке завершить курсы терапии лимфомы на фоне противовирусного препарата по гепатиту В. И я вот как раз перед тем, как готовилась к этому докладу, я спросила у лечащих докторов, как развиваются события. Значит, события развиваются благополучно. Пациентка в полной ремиссии, все курсы терапии закончены, но терапию по гепатиту В она продолжает получать, и, в общем, будет ее получать пожизненно. И вот, собственно говоря, вопрос, на который мы уже инфекционисты отвечали у этой пациентки, когда появилась вирусная нагрузка по гепатиту В, что же делать? Продолжить лечение нехожкинской лимфомы в сочетании с терапией, продолжить лечение лимфомы в сочетании с гепатопротекторами, потому что не бог весть, какая нагрузка 10 во второй степени, и незначительное повышение печеночных ферментов, или приостановить лечение нехожкинской лимфомы до нормализации АЛТ. Вот здесь мы выбрали первый вариант, собственно говоря, быстро назначили пациентке терапию, и гематологи, практически не сбившись со своего цикла, смогли продолжать лечение этой женщины, и, так сказать, мы вели ее параллельно. По поводу этой пациентки тоже есть ответ в руководящих рекомендациях Минздрава. Пациенты с HBS-антиген-негативные... Что ж такое-то? Он как-то своей жизнью живет. HBS-антиген-негативные пациенты, у которых не определяется вирус гепатита B в крови, но есть антитела анти-HB-кор, они не нуждаются в экстренном назначении противовирусной терапии, но нуждаются в мониторинге в обязательном количественном методам уровня ДНК вируса гепатита B в крови и степени активности АЛТ. И терапия, имеется в виду противовирусная по гепатиту B, показана при подтверждении реактивации гепатита B, что означает наличие определяемого уровня вируса гепатита B еще даже до повышения аланино-аминотрансферазы. И вот обратите внимание, вот эти рекомендации российские, они вышли в 2014 году, а вот у той пациентки вся история-то началась в 2012 еще. Тогда были рекомендации только международные. И тем не менее, вот как бы знание, скажем так, международных рекомендаций, оно позволило добиться успеха у этой больной. И, в общем, вот этот вот слайд, он подытоживает, собственно говоря, подход к пациентам с лимфопролиферативными заболеваниями, с онкологическими заболеваниями, требующие серьезной терапии противоопухолевой, и пациентов, у которых определяются какие бы то ни было маркеры гепатита B. Значит, те пациенты, у которых HBS-антиген не определяется, у которых не определяется вирус гепатита B в крови, и у которых есть маркеры возможной латентной инфекции вирусом гепатита B, HBCOR+, и, может быть, анти-HBS+, они находятся в зоне низкого риска реактивации и требуют только тщательного мониторинга перед каждым курсом химиотерапии. Все остальные пациенты, у которых, может быть, нет HBS-антигена, а есть коровские иммуноглобулины, и вирус гепатита B определяется, это редкий, кстати говоря, очень случай, пациенты тем более с положительным HBS-антигеном независимо от уровня вирусной нагрузки. То есть если у вас HBS положительный, дальше больного надо, конечно, обследовать, но вы для себя понимаете, что он все равно нуждается в противовирусной терапии гепатита B превентивной до начала вашего курса. Не бог весть сколько, там она должна превентивно продолжаться, там достаточно 70 дней, и после этого вы уже можете начинать свою терапию, не нужно ждать 2-3-4 месяца, она уже будет прикрывать вашего больного от реактивации. Короче говоря, вот эти все больные находятся в высокой группе риска, им должно быть уделено пристальное внимание и назначена превентивная терапия аналогами нуклеозидов. И в итоге, согласно рекомендациям по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом B, вот три группы пациентов и действия в отношении их. Есть одно гематологическое учреждение в нашем городе, которое, ну, как бы работает на опережение, и это не всегда правильно. То есть они к нам присылают на комиссию пациентов с HB, с антигеном негативным, с вирусом гепатита B, неопределяемым в крови, и только с коровыми иммуноглобулинами, и требуют от нас назначения превентивной противовирусной терапии. Значит, обращаю внимание, начнем с последнего, да, эти пациенты не требуют терапии аналогами нуклеозидов, пока мы не увидим обострения процесса. Мы их только мониторируем количественным методом уровень ДНК вируса гепатита B и АЛТ. Все пациенты, у которых определяется ДНК вируса гепатита B, мы лечим. Все пациенты, у которых определяется HB, с антиген, мы тоже лечим, назначаем аналоги нуклеозидов или нуклеотидов в качестве упреждающей терапии, не прерываемся в процессе лечения никогда и мотивируем на это пациентов, как было у одного пациента моего, который лечился в другом учреждении от лимфомомантийной зоны. Ему онколог сказал, ну, у вас сейчас нормальная трансаминаза, можно прекратить прием бараклюда, в частности. Что произошло? Через буквально неделю уровень печеночных ферментов превысил 10 норм, химиотерапия была приостановлена, и дальше, в общем, все сбилось с режима, и в конечном итоге больной погиб. Не факт, что из-за этого, но это была одна из причин. Поэтому абсолютно четко, согласно российским рекомендациям, есть показания – назначаем. Нет показаний – наблюдаем, и работаем совместно с инфекционистами. ни один из этих препаратов не противопоказан в сочетании с различными схемами терапии противоопухолевой, которой пользуетесь вы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Николаевна, за подробное разъяснение этой проблемы. Вопросов не будет, да? Вопросов не будет, коллеги, да? Спасибо. Тогда хорошо. Извините. Пожалуйста. Хорошо. Елена Викторовна. Да, 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 онколог. И что же мы делаем, если мы получаем заключение от инфекциониста, не верим ему в другую клинику, направляем? Не верим. Не верим. Я не гематолог, мы не лимфомами занимаемся, но пациенты с солидными опухолями тоже имеют и гепатит, и С. Мы не верим от инфекциониста, и, к сожалению, посылаем исследование. Следующее. Хорошо, спасибо. Все должно быть идти в комнате. Спасибо. Спасибо.